В течение столетий древние тюрки, или как правильнее их называть, тюркуты, потомки рода Ашина, ведущие свою родословную от царевича Калеки, были рабами-плавильщиками жужаний. Они добывали железную руду в горах Алтая, плавили металл в сыродутных печах и создавали этим нехитрым старинным способом металлические изделия, качество которых порой на порядок превосходило современное. Тюркуты ковали доспехи, мечи, наконечники стрел и копий для вооружения своих грозных хозяев жужаний. Можно сказать, что они своими руками создавали себе кандалы, но не сами они ни отцы их, ни деды никогда не воевали. В отличие от непримиримых телесцев, предков современных агузов, тюрки, почти за столетия с момента их расселения в Алтайских горах ни разу не взбунтовались. Трудолюбивые и покорные, такими их считали жужане, почему и отправили на самый ответственный участок, в плавильне. Но недаром у всех древних народов считалось, что кузнецы доводятся роднее дьяволу. В самом тихом омуте, как известно, всегда заводится какая-нибудь нечисть. Плавильщики жужаний давно замыслили измену и ждали лишь удобного случая. И похоже, он наступил. Заключение сепаратного мира само по себе, конечно, было изменой хозяевам. Но Бумын и его поданные, видимо, давно мечтали освободиться от гнета и поэтому пошли на этот риск. К тому же они сумели скрыть от своих господ сам факт подписания договора, и в течение более пяти последующих лет занятые внутренней братоубийственной войной жуань-жуани ничего не подозревали. Зато тюрки вовсю готовились к будущей войне, ковали себе оружие, покупали ужужание лошадей, тренировали свою армию. И все же шансы их на победу над воинственной ордой хозяев были невелики, если не сказать, мизерны. Чтобы стать в степи воином, надо быть всадником-виртуозом. А для этого недостаточно пяти-шести лет обучения, для этого надо было родиться в седле. Тюрки же были кузнецами, а не воинами. И как они могли устоять против профессионалов войны? В определенный момент рабы жужаний, то есть авар, подняли восстание против своих хозяев. Тайно готовясь к нему в течение пяти лет, и в конце концов уничтожили авар, которые вели войну с внешними врагами. По сути трех военно-политических образований – это Синьби, Вэйя и Теля, Телесцы. Так вот, мы говорим о том, что произошел волей судеб, действительно такой, не знаю, надо его называть роковой, но он навсегда раскол. Жуань-Жуань. Наиболее подвижные, боевые пошли на запад. И вот это их могучая ватага, двигаясь на запад, как некий снежный ком с горы. Она набирала, впитывала в себя все новые, новые, новые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!